Всем привет! Меня зовут Ирина, я таролог и психолог. Рада вас приветствовать. Сегодня сделаем расклад на тему, что уходит из вашей жизни и что новое в нее приходит. Какие откроются двери для вас в преддверии весны. Посмотрим. Давайте. Что уходит от вас? Что уходит? Ну, десятка пентаклей уходит. Какой-то этап очередной жизненный вы завершаете. Он был для вас, в общем-то, благополучным. Да, возможно, там были какие-то проблемные истории, связанные с финансами в том числе. Каким-то вашим ресурсным потенциалом вы не могли реализоваться где-то в чем-то. В семье, на работе. То есть вот это ощущение такого внутреннего дискомфорта, когда тебе чего-то не хватает. Ты понимаешь, что тебе не додают чего-то. Ты хочешь большего, но у тебя не получается подняться выше определенной ступени. В период для вас завершается. И в целом, да, десятка колес, она про конец. Цифра завершающая, числовой ряд. Соответственно, завершается и ваш этап жизненный определенный. Уходят финансовые проблемы также по этой карте. Потенциал открывается хороший, хороший, и я бы даже сказала, очень хороший. Для кого-то даже блестящий потенциал. Карта маг, карта человека, который уверен в себе. Вот теперь вы уверены в себе. Вот теперь вы получите тот результат, который вы хотите. Вот так как вы раньше шли по прежней дороге, возможно, была неуверенность в себе, были сомнения, были страхи. Это не есть хорошо. Потому что малейшие страхи, неуверенность, какие-то мысли рассеянные, да, неумение сконцентрироваться на главном, это тормозит наше развитие, безусловно. Здесь это всё завершается. Для вас как-то вы это всё проработали делом. Вы это, видимо, как карму отработали уже в прошлом. Какие-то вот проблемы, у кого-то с финансами проблемы были сложные. Это для вас карма, карма рода. К сожалению, нам приходится зачастую отрабатывать карму своего рода, потому что там были какие-то родовые проблемы. Кто-то где-то нагрешил. Когда-то мы отрабатываем. Ну, таковы законы мироздания. Но концентрироваться не будем на этом. Важно здесь что? Вам важно понимать, что вы выходите, в принципе, на новый уровень жизни. Что вы уже отдали все кармические долги своего рода. И готовы, в общем-то, погрузиться во что-то новое. Восьмёрка Пентаклий. Снова Пентаклиевая карта. Пентаклий-то всегда ресурсы, это всегда потенциал, это всегда новые двери, которые открываются. Вот преддверие весны для вас ознаменуется для кого-то новой работой. Долгожданной сменой деятельности. Переменной в карьерном вашем пространстве. Вы можете по карте МАК получить повышение в должности, если для вас это актуально. Вы можете найти новую работу. Вы можете вообще, в принципе, поменять сферу деятельности, уйти в творчество. Пентаклий-то тоже творчество. Тем более Восьмёрка Колец. Вот он работает на себя, понимаете? Он очень сконцентрирован. Ну, не работаем мы при наёмном труде на кого-то настолько концентрированно. Давайте признаемся себе честно. Человек сконцентрирован и работает с интересом только тогда, когда он работает на себя, когда он чётко понимает, что он получит какой-то результат. И у него этот результат никто не заберёт. Никто не переполовинит. Кто-то решит действительно уйти в своё дело, в свою деятельность какую-то. Открыть пусть своё маленькое, но всё-таки дело. Стать независимым человеком в финансовом плане. Кто-то монетизирует своё хобби. Кто-то решит читать лекции. Опять же, вот Пентакли. Это про потенциал, который вы раскрываете в себе. Что-то вот вы будете раскрывать. То есть уходит застой из вашей жизни. Уходят финансовые проблемы, которые, возможно, были для вас преградой для самореализации. Иногда, чтобы открыть своё дело, иногда, а часто, да, нужны какие-то вложения определённые финансовые. У вас их не было, например. Соответственно, не было никаких возможностей, ресурсов самореализоваться. Сейчас будут эти ресурсы. Две Пентакли в их карты. Вот финансы будут у вас. Где-то вы их найдёте. Изыщите где-то. Либо же найдёте сферу деятельности, где вы сможете заработать эти деньги, необходимые вам для открытия своего собственного дела, для самореализации. Тема отношений, если больше вас волнует, то здесь, конечно, опять же, потенциал. Здесь может быть какое-то судьбоносное знакомство. Вот по карте маг что-то, как вот судьба. Что-то перспективное, что-то действительно стоящее. Человек, который будет подходить вам по энергиям, по складу вашего характера, по вашим мировоззрениям. Может быть судьбоносное знакомство по десятке Пентаклей, как перспективный брак. То есть знакомство с хорошим таким потенциалом, с хорошим расчётом. Да, Пентакли – это расчёт. Здравый расчёт. Здравый. Который вы можете реализовать как план, как проект. Ну, брак вообще, если вы хотите замуж, например, это тоже проект. Это тоже надо планировать. Знакомиться надо разумно. Знакомиться нужно грамотно. Искать себе подобного человека, ну, то бишь родную душу, да, надо грамотно. У вас будет какой-то подход, у вас будет какая-то стратегия. И это поможет вам действительно обрести человека, познакомиться и развивать эти отношения. Отношения, которые, повторюсь, имеют очень хороший потенциал. Так, ну, посмотрим, что ещё уходит из вашей жизни. Что уходит? То есть уходит одиночество, да? Видите, Пентакли – это всегда потенциал, который вы можете развивать. Это всегда открытые двери. Посмотрим, что ещё. Ну, карты здесь, в общем-то, хорошие. Смотрите, императрица – центральная карта. Вот само положение карты, оно характеризовать будет вас как личность. Для женщин это, конечно, самая лучшая карта. Потому что это идеальное соотношение женских энергий. Это жизнь в ладу с самой собой, что очень важно, да. Иногда у нас разлад между чувствами и разумом. Умом понимаем, а сердцу не прикажешь. И в жизни, соответственно, тоже раздрай полный. Здесь баланс. Императрица – это человек, который находится на троне, но при этом имеет спокойствие. Вы работаете какой-то уже философский подход. Наверное, вас в жизни уже побило изрядно. Потому что, чтобы иметь такое олимпийское спокойствие, чтобы вот так себя держать, идти с высоко поднятой головы, прямой спиной, ощущать себя на троне, но это надо быть битой жизнью уже реально. Здесь вот ваша женственность выходит на первый план. Такое ощущение, что вот чем жизнь вас больше била, тем вы взлетали выше. Императрица, ну, тут уже выше некуда. Понимаете, вы достигли уже определенной ресурсности, какого-то этапа своего личностного роста. Когда, ну вот, дальше будет только рассвет, только улучшение, только совершенствование. Расти дальше некуда. Вы отработали карму, повторюсь, да, опять же, здесь для кого-то проиграется, вот, что вы закончили, закрыли какие-то кармические задачи, которые вот перед вами ставила Вселенная. Это полосы неудачи, это какие-то попытки безуспешные устроить свою личную жизнь, либо устроить карьерный рост, саморазвиваться, да. У каждого здесь своя была кармическая какая-то история, но она завершается, она завершается для вас. У кого-то появляется здесь король мечей, человек сильный, человек достаточно такой решительный, с ярко выраженным мужским началом, но он король, надо понимать, что вот императрица и король – это все-таки люди разных, либо социальных статусов, либо разный набор энергий. Но вы все-таки повыше, да, императрица, она повыше. Но это не значит, что эти отношения не стоят развивать. Иногда мужчине действительно нужно дорасти до женщины для того, чтобы стать императором. Ему хорошо быть королем, вот хорошо, что он король. Дальше вы его уже поведете по определенной дороге, покажете ему, как стать императором. Это в женской власти, это можно сделать. Поэтому вот встреча может быть судьбоносная у кого-то, уходит одиночество реально, да, но вас будет напрягать немножко тот момент или смущать, что он король, а вы императрица. То есть вы как-то как будто не на одном уровне, да. Вы будете чувствовать себя выше, как будто вы имеете больше в этой жизни. Может быть, вы в финансовом плане будете больше иметь. Может быть, вы просто будете постарше, да. Или вы одного возраста, но при этом вы будете ощущать, что как будто вы на несколько лет постарше, потому что вы рассуждаете более мудро. Вот пусть вас не напрягает вот эта разница, которая будет ощущаться сразу, потому что здесь потенциал очень хороший на самом деле. Ресурсные карты, да. Прекрасная заявка на серьёзные отношения и даже на брак. Но вы можете посчитать, что эти отношения для вас слишком тяжёлые, что этот человек сам по себе тяжёлый, потому что мечевые короли, но они редко бывают простыми людьми. Мужчины масти мечей часто бывают чрезмерно заточены на мужественности. То есть они рассуждают как такие мужланы, которые должны быть всегда сильными, не допускать слабости. То есть здесь мужчина может, конечно, проявлять себя как в режиме домостроевском. Но у нас же в социуме принято, чтобы мужчина был главным. Он должен быть опорой, он должен быть тылом. В нашей стране это принято, в Европе по-другому. Там матриархат, там другая модель отношений. Нам это непонятно. Большинство женщин склоняются к тому, что хотели бы видеть рядом с собой сильного человека. Вот вам даёт Вселенная такого человека. При этом отношения, вы понимаете, они не будут простыми. Потому что человек где-то упрям в своих убеждениях. Вы понимаете, что над ним надо работать. Это такой вот, ну вот по магу, да, маг и король мечей. Это такой вот бриллиант, который ещё требует огранки. Вам Вселенная даёт человека, но вы должны будете сделать из него прям вот сверкающий бриллиант. Не упустите. Если вопрос касается работы. Здесь должность какая-то. Императрица – это, конечно, должность. Это определённый пьедестал. Это новый уровень ответственности, обязательств. Что может быть сопряжено по десятке жезлов с какими-то проблемами дополнительными. Ну как проблемами? С какими-то внутренними напряжениями, потому что новое всё для вас, потому что много работы, потому что другой уровень ответственности. будете стремиться объять необъятное, но не надо этого делать. Возьмите за основу какую-то одну задачу, максимум две-три задачи. Решайте эти задачи. Принимать решение какое-то будете очень скоро. То есть, видите, уходит из вашей жизни пустота какая-то. Вы начинаете знакомиться с людьми. Мужчина попадается, если это по личной жизни. Если у вас пустота в карьере, в работе, в бизнесе, здесь будет новый уровень у вас, новый уровень, новые проекты, новые связи партнёрские. Будет колоссальная нагрузка по десятке жезлов. Надо будет контролировать всё, надо обдумывать что-то. Но опять же, да, не переусердствуйте, потому что можете морально просто устать. Очень сильно устать морально. Не расплёскивайтесь на большие горизонты. Начните с малого. Поставьте одну, две, три небольших задачи, решайте эти задачи. Пусть это станет фундаментом для новых, каких-то более высоких, более широких горизонтов для вас. Будете решения какие-то принимать. Решения, которые меняют ваше пространство. Которые запускают движение в вашу жизнь. Вот начинается движение. Будьте к этому готовы. Что ещё уходит из вашей жизни? Луна, сомнения, какие-то внутренние страхи, комплексы, преграды, которые были на вашем пути. У каждого своя история. Всё это уходит. Да, время пришло для развития. Время пришло для осуществления ваших желаний. Вы исцелились уже. Вам было дано время по карте умеренности на исцеление вашей души, на восстановление энергетического баланса. И теперь надо будет концентрироваться на главном. Тройка кубков. Карта позитива. Карта позитивного мышления. Какого-то творческого, креативного подхода. Карта эмоциональная. Она говорит о том, что вы вновь вернулись к себе прежней. Вы восстановились внутренне, после разрушительной какой-то ситуации, возможно. Вы уже готовы на позитиве, на оптимизме что-то начинать. Настрой хороший. Настроение замечательное. Хочется жить, хочется творить, хочется новых каких-то свершений, новые планы, новые мечты по карте звезда. Такое внутреннее ваше преображение произойдёт. Избавление от чего-то ненужного. Луна часто указывает на нечто ненужное, на какой-то балласт, который лежал мёртвым грузом где-то у вас, в душе. Вот от этого избавляетесь. Может быть, какие-то мысли постоянно мучили вас, потому что были проблемы. Эти проблемы вы разрешите однозначно. Они больше на вас давить не будут. Разрешение проблем и открытие дороги к исполнению ваших желаний, к жизни, где вы будете получать удовольствие, наслаждение. Путь к внутренней свободе. Свободе открывается у вас. Внутренняя свобода. Вот что является синонимом счастья, благополучия, успеха. Карта Луна часто может проиграться как самоплен такой, когда мы не разрешаем себе стать счастливыми. Мы сидим в бесконечных ожиданиях, потому что нам сказал любимый человек, что он когда-нибудь разберётся со своей проблемой где-то там, со своей семьёй, если у него семья, дети и так далее. И мы сидим и ждём его решения. Либо нам начальник напророчил какую-то зарплату сказочную или должность замечательную, мы сидим и ждём. Выход из этих иллюзий. Луна — это иллюзорность. Это пустота, это эфемерность. Верить эфемерности нельзя. Но нельзя. И вы выходите из этой иллюзорности, из вот этого эфемерного плена. Это плен, потому что Луна — это зависимость. Нам люди говорят, а мы верим, ждём, покорно идём на их какие-то уговоры. Вы перестаёте идти на эти уговоры. Вы выходите из этой ситуации. И вам хорошо, вам легко. Сразу праздник на душе. Сразу открываются дороги. А я могу это сделать. Я вот этого хочу. Я вот так вижу свою жизнь по карте звезда. Это движение к вашей звезде. Это движение по дороге, которая приятна вашему сердцу. Вы открываете себе реально дорогу, по которой идти будет приятно. Вы будете понимать, что движетесь по направлению к важному судьбоносному исполнению. Так что преддверие весны у вас будет такое достаточно серьёзное в плане того, что вы избавитесь от иллюзорности какой-то и позволите себе обновиться, перезагрузиться. С началом весны как будто начать новую жизнь себе разрешите наконец. Хотя вы собирались очень долго. Луна — она цикличная карта. Мы все зависимы от настроения, от определённых лунных циклов. Но и в целом отношения наши к ситуации, к себе — это цикличность в основном. Сегодня вы хотели исполнения каких-то надежд. Завтра вы их не хотели, потому что вам кто-то что-то другое сказал, что надо ждать, что надо надеяться. Вы переключились на что-то другое. Здесь некая цикличность была постоянно. То, что вам мешало сосредоточиться на конкретике, на той истории, которую надо действительно развивать, которая действительно станет дорогой к счастью. Вы находите на самом деле эту дорогу к счастью сквозь Луну, сквозь эфемерность, сквозь связи какие-то, зависимости, которыми вы были опутаны как путами. Так, ну давайте теперь смотреть уже непосредственно, что приходит в вашу жизнь. Что приходит? Троечка Жезлов. Хорошая карта, новые перспективы. Здесь две карты, ну окей. Солнце восходит, что-то новое появляется на горизонте. Паш Кубков. Перспективные предложения, какие-то новости, долгожданная информация, которая летит к вам и меняет всё по колесу фортуны. Вот меняется всё. Меняется направление, меняются прежние планы, меняетесь вы, ваши убеждения, ваши отношения к происходящему. Всё меняется, всё подлежит. Даже не то чтобы к трансформации глубокой, а... Ну как вот, даже не трансформация. Трансформация — это же такой достаточно болезненный процесс. Здесь налегке всё как-то вы меняете. С одной стороны, вроде бы трансформируетесь, да, меняетесь. Но с другой стороны, всё-таки при позитиве остаётесь. Как-то не боитесь перемен, идёте в это смело. Вы не боитесь противостояния, вы не боитесь непонимания со стороны, да. Раньше вы бы здесь раз подумали, прежде чем приняли решение, как отнесётся к этому социуму, ваша семья. Кто-то ещё важный для вас. Здесь вот это вас уже будет не волновать. По семёрке жезлов действительно может быть противостояние какое-то. Вы можете столкнуться с непониманием ваших поступков или ваших каких-то действий. Но, знаете, вас не остановить. Вот вы будете увлечены какой-то идеей. Это будет действительно для вас идея фикс, но это путь вашего сердца. Больше отказывать в себе вы не сможете. Что-то вы обнулите. Вот благодаря той информации, которую вы получаете, здесь что-то обнуляется в вашей судьбе. Вы оставляете те обстоятельства, которые не привели вас к желаемому результату. Вы перестаёте бороться. У кого-то борьба вот прям заканчивается. Это судебные могли быть какие-то распри. Это могли быть конфликты между родственниками. Это могли быть какие-то профессиональные конфликты на почве ваших общих дел каких-то с кем-то. Это всё завершается. Вы просто понимаете, что это бессмысленно. Вот карта дурак. Понимание того, что нет смысла дальше продолжать что-то. Карта дурак и семёрка жезлов. Ну ещё двойка жезлов. Карта противостояния, столкновения интересов здесь. Вот просто в какой-то момент, может быть, утром проснётесь, я не знаю, может быть, в течение дня как-то просто мысль придёт. А зачем я это всё делаю? Зачем я трачу свою энергию? Зачем я пытаюсь человеку помочь, вытащить его из болота? У каждого своя история. Зачем я это терплю просто? Какие-то обещания пустые. Может быть, кто-то чего-то ждёт, сидит. Придёт понимание того, что это всё не приводит к результату. Вы не видите изменений конкретных. И значит, надо будет что-то менять. Надо пересматривать что-то. Потерять что-то для вас значимость. Произойдёт, как я часто говорю, смена акцентов. Потому что пришло время, чтобы что-то изменилось, чтобы изменились акценты. На первый план что-то выдвинулось, и что-то ушло ненужное дальше, на второй, третий и так далее план. Но это надо, чтобы пришло для этого определённое время. И вот оно настаёт для вас. Что ещё приходит в вашу жизнь? Что ещё? Гармония. Гармония, процветание. Нахождение общего языка. Там, где была башня. Кто-то примирится действительно. Кто-то найдёт какие-то точки соприкосновения. Может быть, здесь и не будет восстановления отношений, какое-то примирение. Но точки соприкосновения будут найдены. Приход к общему знаменателю, договорённости. На фоне разрухи какой-то. На фоне разрухи какой-то. У кого-то проиграется восстановление отношений, действительно, там, где была башня. То есть, казалось бы, здесь ничего уже восстановить невозможно. А нет, на осколках чего-то разрушенного будет рождаться что-то новое. Да, какой-то росток. Здесь росточек. Здесь вот как новый саженец дерева. Здесь перспектива. Здесь зарождение чувств, может быть. Вот прям, знаете, идёт зарождение чувств, рождение любви, рождение новых отношений. Вот кто одинок очень долго, идёт у вас рождение союза с человеком. Долгожданный человек по судьбе. Вот приходит время ваше. Мы все встречаем своего человека в нужный час. Правда же? Башня может говорить о прошлом вашем. Это неудачные попытки отношения построить. И это разочарования какие-то. Это разводы, может быть, и не один развод у вас был. Либо касательно карьеры. Опять же, да, неудачные попытки стать успешным, самореализоваться в чём-то. Проблемы в отношениях с социумом, да, вам не давали это сделать. Не принимали ваше убеждение. Никто не был согласен, или кто-то конкретно не был согласен с вашей компетентностью, с вашими знаниями. Вообще с вашей перспективой карьерного роста. Социум, если он начнёт противостоять, то это всё, конечно, пробиться невозможно. Стена просто была. И по итогу башня образовалась в вашей жизни. Здесь завершается это всё для вас. И как ни странно, но на обломках вот этого всего вы сумеете построить себе новую жизнь. Новый росток – это новая жизнь, это зарождение жизни там, где, казалось бы, её уже не может быть. Но вы шокируете, конечно, социум. Шокируете социум, потому что не каждый может выстроить на пустыре, где всё сожжено, что-то новое. Здесь ваша вера, ваша терпимость, ваше какое-то мудрое такое отношение к происходящему позволила вам создать на вот этом пепелище что-то. И гармонично это будет развиваться. Ваша жизнь гармонизируется. Вот эта башня вам на пользу пошла, как бы это ни звучало сейчас банально и странно, но это так. Иногда действительно вам нужно освободить пространство для другого будущего. Потому что когда за нами, за нашей спиной груз негатива, построить что-то стоящее реально сложно. Вот это всё сгорело пламенем. И только вот на этой пустоте, на этой чистоте, где поработала стихия огня, вы сможете выстроить что-то действительно перспективное и гармоничное. То есть уже к весне что-то будет у вас здесь. Что-то будет. Вы победите негатив какой-то. Вы победите либо врага, недоброжелателя, каких-то людей, которые вмешивались в вашу жизнь. Вот восьмерка жезла, вы их просто обойдёте. Это какой-то рывок вперёд, резкий, неожиданный, даже для вас самой, может быть, или для вас самого. Но королева мечей — это решительные действия. И она же всегда имеет интеллектуальную такую подоплёку в своих действиях. То есть она знает, чего хочет всегда. Она умеет планировать свою жизнь. У вас просто жизнь научила этому, планировать своё движение. Раньше вы надеялись-то на любовь-чувство, на эфемерность какую-то. Сейчас нет. Будете чётко продумать план действий. Это будет действительно рациональный подход. Это вам нужно. Это сбудется. Рациональный подход, который принесёт вам ресурс в жизнь, развитие. И энергию, вот эту мощную движущую силу, которая поможет вам запустить жизнь, вдохнуть жизнь туда, где, казалось бы, пепелище было. Ну вот такой расклад. Всем удачи! Продолжение следует...